друзья мои всем большой привет сегодня по многочисленным просьбам я вам покажу как можно шить вот такой детский сарафанчик изначально я планировала сделать юбочку и только вот эту переднюю часть спинку не хотела делать но в процессе пошива я поняла что со спинкой будет смотреться лучше поэтому смотрите видео до конца о всех изменениях я расскажу именно в процессе пошива этого сарафанчиком я планирую сшить еще один такой же сарафанчик без этой спинки из этой детали но здесь я вставлю в поясок резиночку чтобы юбочка плотно сидела по талии здесь же в таком варианте смотрится хорошо и без резинки но смотрите у нас у дочки конечно разница в талии и в бедрах совсем небольшая но я по ходу видео конечно этот момент еще скажу если большой перепад в талии и в бедрах допустим у девочек постарше то боковой шов сшиваем молнию ну и тогда пояс берем по талии у меня здесь обхват бедер а вы делать будете по обхвату талии и вшивайте молнию по бедрам и по талии здесь сделана прибавка на свободное облегание 20 сантиметров чтобы в бедрах было удобно но здесь у нас потом сделана сборочка до ширины пояса то есть до обхвата бедер этого сарафанчика я выбрала трикотаж футер с лайкрой красивого цвета все как любит дочка конечно это не розовый но и ну не синий синий голубой вообще на не как не признает для лямок нам понадобятся вот такие застежки или не знаю как они правильно называются где вот такие вот застежки и две рамочки рамочка для этого должна быть с перемычкой вот у меня такие и этот красивый футер и застежки из этого магазина ссылку на него я оставлю в описании под этим видео ну и конечно же нам нужна выкройка для такого сарафанчика сейчас мы построим ее вместе с вами и прежде чем приступать к построению выкройки нам нужно снять несколько мерок первая мерка это окружность стали снимаем ее по самой узкой части туловища предварительно повязав в это место шнурочек если у ребенка нет выраженной талии то измеряем окружность животиком 2 мерка это окружность бедер снимаем ее по самым выступающим точкам бедер третья мерка это длина юбочки измеряем ее от талии то есть от шнурочка который мы повязали на талии или на животике до необходимой длины также нам необходимо снять несколько мерок для построения передней части то есть вот допустим у нас так схематическая деталь сарафанчика вот это вот юбочка это у нас будет передняя часть и вот для этой передней части нам нужно во первых измерить высоту от линии талии измеряем к верху до необходимой высоты где мы хотим чтобы у нас заканчивалась эта передняя часть до туда измеряем уже образом измеряем ширину допустим я измерила чуть выше выступающих точек груди вот так примерно до сюда и измерила ширину примерно какой бы я хотела и видеть ширину этой детали то же самое и по низу моей дочке раз примерно 106 108 давно мы не измерялись но во всяком случае 110 пока нет сверху если смотреть что у нас деталь со сгибом 8 сантиметров снизу 13 сантиметров я сделал это у нас будет передняя часть для юбочки нам нужно сделать следующее по горизонтали откладываем одну четвертую окружной стали плюс 5 сантиметров к низу откладываем длину изделия здесь по низу откладываем одну четвертую обхвата бедер плюс 5 сантиметров у меня разницы практически нет и я делаю немножечко расширение к низу и у меня будет юбочка в виде трапеции поэтому я вот отсюда откладываю в сторону 2 сантиметра новую линию бока строю и у нас по низу здесь должен быть прямой угол сейчас покажу этот низ я делю примерно пополам вот у меня середина низа к этой точке прикладываю вот так линеечку совмещаю с боковым срезом ведь у меня здесь должен прямой угол сначала провожу линию затем делаю ее более закругленный чтобы низ лежал более аккуратно это у нас получается 1 4 юбочки краем такой деталь со сгибом то есть у нас под передняя и задняя полотнище юбки одинаковые и здесь так как мы сделали прибавку 20 сантиметров у нас будет сборочка но мы с этой сборкой не можем соединить юбочку и вот эту вот переднюю часть поэтому у нас еще будет пояс то есть здесь мы сделаем складочки запакуем все в пояс и здесь у нас уже будет ровный пояс сверху и сюда пришьем нашу переднюю часть таким вот образом поэтому смотрите так как у меня трикотаж я буду кроить ее по обхвату бедер смотрите здесь у меня одна четвертая обхвата бедер без прибавки без всякой то есть главное нам пройти в бедра здесь у меня смотрите вот сгиб это одна четвертая пояс можно выкрыть одну деталь пояса то есть одним полотно длинным по обхвату бедер ширина примерно 3 сантиметра это без припуска все таких деталь у нас должно быть 2 я из футера сделал оба слоя пояса если вы будете шить на более взрослую девочку и там будет уже ярко выражена талия более широкие бедра то поясок можно выкроить по обхвату талии но нам нужно будет уже вшить в боковой шов молнию чтобы легко такой сарафанчик мы смогли надеть на ребенка и сейчас я выкрою все детали покажу что у меня получилось я надеюсь по построению вам все понятно если будут какие-то вопросы то обязательно в комментарии спрашивайте я еще забыла вам сказать что нам нужно здесь кое-что изменить это у нас сгиб то есть нам вот здесь по центру юбочки нужно вниз опуститься примерно на пол сантиметра на сантиметр если это большие размеры и соединить с боковым швом я сейчас у нее прямой линии потом делаю эту линию более вогнутой посадка у юбочки в районе талии было лучше мы делаем такое изменение все можно кроить все детали так смотрите у нас юбочка две детали с изгибом вот эта часть передняя часть назовем ее также краем две детали со сгибом то есть она у нас будет снаружи и внутри типа подкладки будет на этой детали пояс можно выкрыть одну длинную деталь и не забываем при пуске на швы я буду собирать детали на оверлоке и частично на машинке поэтому по боковым швам 05 то есть ширина оверлочной строчки у кого 0707 добавляем по низу 2 сантиметра на подгибку низа по верху я добавлю 1 сантиметр здесь со всех сторон по одному сантиметру так как буду стачивать на машинке можно по 07 добавить это ширина лапки на машинке здесь тоже по 07 по одному сантиметру и останется нам потом выкроить бретельки или ямки не знаю как их правильно назвать но уже после примерки я раскроила все детали у меня получилось для юбочки две детали вот одна и 2 они у меня абсолютно одинаковая вот эта передняя часть у меня две детали на деталь вот обычно 2 у меня проклеена дублерином и здесь я сделала аппликацию из двусторонних поеток ну чтобы совсем сарафанчик и не был таким скучным вот такая аппликация поеток я вырезала сердечко и настрочила его частым зигзагом на самом деле здесь не так все просто но вроде бы для первого раза получилось неплохо также у меня две детали пояс обе части я продублировала дублерином ну и предварительно я сделала такие вот лямки длину потом скорректирую уже после примерки продублировала бретели лямку складываем лицом вовнутрь закалываем ее по двум сторонам далее нужно обточать вот эти две стороны шириной шва примерно 7 миллиметров далее нам нужно подрезать припуск подрезаем оба уголочка делаем это аккуратно дрочки оставляем примерно два с половиной три миллиметра и по желанию этот припуск можно немножко подрезать здесь у меня на ширину лапки подрежу немножко ставлю миллиметра 4 далее бретель выворачиваем выправляем оба уголочка деталь приутюжить и по периметру отстрочить я вывернула лямки их приутюжила мне нравится вот этот уголочек где шов никак мне не получается его сделать острым как здесь наверное не получится именно на трикотажа чуть не сделала ошибку сделать лямки шире забыла что у меня же они будут на этих застежках поэтому я лямку снова вывернула сделала ее поуже и теперь подготовим переднюю часть для этого две детали складываем лицевыми сторонами вовнутрь таким вот образом закалываем по трем сторонам оттачиваем детали по трем сторонам по швейной машинке вот эту переднюю часть я затем вывернула на лицевую сторону отутюжила отстрочила двумя строчками по краю по нижнему срезу два слоя скрепила между собой строчкой на машинке бретельки я отстрочила одной строчкой также я собрала детали юбочки сметала все вот соединил с этой части мне показалось что на спинке что-то не хватает поэтому я сейчас сделаю такую же деталь на спинку но сделаю его такую узкую то есть примерно поменьше на два сантиметра с обеих сторон и здесь тоже сделал поуже и сделаю на спинку такую же деталь вот смотрите такая часть у меня получилась для спинки в сравнении с передней частью насколько она меньше как и говорила примерно тут по два с половиной по два сантиметра здесь сверху не прямой средств немножечко его наискосок сделала по сантиметру вот здесь убрала и срезала так просто лямки будут сидеть лучше не будут спадать и теперь сюда нужно вложить наши бретельки вкладываем вот таким образом припуск на шов не забываем оставить 07 примерно вкладываем сверху второй деталью накрываем все скалываем булавками обтачиваем по периметру не застрачиваем только это срез припуски подрезаем немножко уголки высекаем выворачиваем отрюживаем и отстрачиваем также как переднюю часть готова задняя часть такая нужно на наши лямки установить застежки рамочку и вот эту деталь с крючком назовем так сначала берем рамку продеваем в одно отверстие в другое и уведем пока ее подальше оставляем петельку принцип тот же самое что мы делаем при пошиве бюстгальтера помните мы с вами шили бралет и лямочки делали вот так же в ретельке теперь берем вот эту часть продеваем ее через первое отверстие и затем отсюда кто-то делает вот так многие делают так я видела можно сделать в принципе и так я сделал таким вот образом проделим и теперь хвостик нам нужно снова продеть через рамку но не буду делать так чтобы здесь этот кончик болтался хочу чтобы брители были закреплены чтобы они не расползались и такой же принцип как на бретелях бюстгальтера продеваем в первую снова не вот откуда у нас хвостик вышел основа в первое отверстие в которой продевали самый первый раз продеваем через первое и выводим через второе видите что у нас получилось у нас хвостик внутри петельки и теперь вот этот хвостик здесь можно уже вытянуть закрепляем здесь вот строчкой на машинке сейчас я это сделал и вернусь к вам вот я здесь строчкой закрепила видите у нас получатся хвостик внутри здесь его нет и теперь можно спокойно регулировать эту лямку конечно у меня немножко лямки получились узковаты по отношению к застежкам и к рамочкам но не критично вот такие вот будут у меня застежки потом уже отрегулирую их на дочки при примерке и вот так они будут прицепляться сюда сюда мы пришьем пуговки и вот так будем застегивать на пуговки по моему очень даже симпатично получаться но и осталось сделать юбочку вот у нас две детали юбки складываем их лицом к лицу совмещаем по боковым срезом стачиваем боковые срезы на оверлоке либо на машинке после того как стачали боковые срезы их нужно заутюжить на одну сторону я заутюжил на сторону переда вот у нас верхний срез нам нужно проложить здесь две строчки на машинке и сделать сборку я буду делать одну строчку просто увеличу натяжение нити у меня сборочка будут делаться сама пошли нам нужно сделать сборку до ширины пояса вот так сборочка совсем легкая будет вот у меня получилась такая сборочка по юбочке я откладываю ненадолго в сторону займусь поясом у меня есть две детали для пояса и эти две детали складываю лицом к лицу вот одну деталь и 2 на 1 я здесь при пуске заутюжила на сторону изнанки вот таким образом на втором пока не стал и второй деталь также складываю лицом на внутрь по короткому срезу стачиваю на машинке при пуске разутюживаю в разные стороны я сначала кольцо обе детали пояс они должны у нас быть абсолютно одинаковые по ширине и теперь вам нужно соединить нашу юбочку и пояс пояса я совмещу с боковым швом детали таким образом складываю лицом к лицу скалываю и прикалываю полностью весь пояс юбочки по кругу я прикалываю полностью пояс по кругу к юбочке и сейчас мне нужно пояс приточать к юбке прокладываю строчку по кругу я сначала по кругу пояс пока оставляю откладываем единственное что сейчас делаю припуск на шов и заутюжу на сторону пояса поясок и вот эту деталь смотрите вот так я приколол сюда поворачиваем получается заднюю часть юбочки берем вот эту часть прикладывать это вот лицевая сторона это внутренняя часть и прикалываем и так совмещаем середину на задней части пояса и середину на этой детали не знаю даже как ее назвать задняя часть спинка как это правильно будет в общем поправьте меня напишите мне в комментарии как назвать эти части вот пусть будет спинка я приколола переднюю часть и спинку чтобы у меня не было большой толщины вот здесь вот на внутренней части пояса шов я совмещу со вторым боковым швом и таким образом два пояса складываю лицом к лицу и у меня детали перед и спинки получаются между двумя деталями пояса прикалываю пояс по кругу приколола я поясок теперь идем и соединяем детали на машинке по кругу все белые детали теперь нам обязательно нужно уголочки вы здесь смотрите гусич припуски нашего и на поясе высекаем внутренний пояс внешний пояс тут у нас уже два шва поэтому с обеих сторон уголочки высекаю сейчас нам нужно все заутюжить так внизу изделия этот пояс все выправить и сделать строчку наверно тоже сделал две строчки как вот здесь и уже потом после того как от строчу все буду запаковывать этот шовчик буду закрывать таким вот образом шов и дошивать я приутюжила пояс все припуски заутюжила получатся на сторону пояса здесь вот приколола все по периметру сейчас пойду отстрачивает двумя строчками ну и как всегда строчку делаю с помощью свои любимые лапки с таким ограничителем помните я вам делал отдельное видео как отстрачивать показывала в этом другом видео сейчас буду отстрачивать первую строчку по краю именно с помощью этой лапки не положили иглы в крайне левое положение ставлю пока я только сделала строчку одной строчкой второго не стала сейчас я вот здесь тоже от строчу соединив вот эту сразу часть пояса с юбочкой и посмотрю как будет лучше так кстати выглядит с изнанки от строчка все достойно аккуратненько смотрится мне очень нравится теперь выворачиваем серфан на изнаночную сторону и смотрите теперь вот этот припуск таким вот образом его вовнутрь подгибаем можно было кстати его заутюжить сразу что я не сделала зря конечно и прикалываем прикалываем припуск таким образом я приметал вот эту часть пояса ведь у нас теперь все шовчики будут спрятаны в районе пояса и сейчас пойдем из лицевой стороны также отстрочим сделано строчку вниз я подогнула отстрочила на распрошивальной машине широким двухугольным швом вы можете край обметать на оверлоке затем подогнуть отстрочить на швейной машинке можете подогнуть просто отстрочить двойной иглой здесь уже по желанию каждого также я пришила две пуговки не стала я пробивать вот эти джинсовые такие пуговки знаете которая пришила обычная вот такие пуговки у меня были запасах по размеру по моему с ними тоже неплохо смотрится сарафанчик у меня получился а Субтитры сделал DimaTorzok